Компания Одесса Винпром заключила договор с фондом госимущества об аренде здания, в котором находится винзавод и по сути уже полтора века занимаются виноделием. Фирма работает здесь в самом сердце французского бульвара уже много лет, выполняет как требования фонда о сохранении целевого назначения здания, так и договор с городским управлением охраны объектов культурного наследия. Ведь здание винзавода является памятником архитектуры. Проблема заключается в том, что объект готовят к приватизации. И не факт, что Одесса Винпром будет иметь приоритетное право на его выкуп как претендере на аренду. Мы рассчитываем оставаться здесь и далее, производить продукцию. На предприятии работают более 200 человек. У нас есть планы производства на ближайшие пять лет, где мы планируем наращивать производство. И, конечно же, хотелось бы делать это здесь. Мы находимся на этой территории уже больше 160 лет. Винодельческое производство. И есть определенные традиции. Сейчас сложности украинского законодательства изучают юристы фирмы винодела. В фонде госимущества обещают, что конкурс по продаже винзавода проведут уже летом, то есть до истечения срока текущей аренды. Кабин выяснил Одессу Винпром как объект для приватизации. Мы готовим приватизацию этого объекта. Кроме того, мы будем рассматривать возможность назначения каких условий с приватизацией. Это, конечно, сохранение архитектурных памяток и сохранение целевого призначения. Пока не ясно, кто собирается принимать участие в аукционе. Однако первоначальным победителем конкурса по аренде здания стала строительная фирма «Эталон БУД», предложившая более чем в два раза большую цену за временное пользование объектом, чем платили виноделы до этого. А именно более чем 750 тысяч гривен в месяц. Одесса Винпрому не оставалось ничего другого, кроме как согласиться на такую аренду, чтобы сохранить здание. И это во второй ковидный год, когда бизнес терпит колоссальные убытки. Конечно, боимся. Конечно, потому что действительно дальше аукцион по приватизации. В результате предыдущего аукциона вот этот участник, застройщик, который изъявил желание взять по какой-то причине на полгода этот объект без смены целевого. Зачем ему это надо было непонятно, но он нам поднял стоимость аренды более чем в два раза. Зачем строительной компании с уставным капиталом в одну тысячу гривен крупнейший в Украине завод виноделия и как она собиралась платить такую аренду – загадка. Связаться со стройфирмой проблематично, так как у них даже нет своего сайта. Остается лишь надеяться, что Одесса, которая после аннексии Крыма единолично стала столицей виноделия, сохранит завод, который имеет многолетние традиции, как собственно и памятник архитектуры на французском бульваре. Кто бы ни стал его собственником. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».